МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. А не! Госсовет Чуваши принял закон о почетном знаке материнская слава. С плаца на бал. В Чувашии прошел конкурс бального танца среди кадет. Победители определены. Завершился турнир по вольной борьбе на призы Героя России Николая Гаврилова. Десять сессий, 83 работающих закона. Парламентария Республики сегодня подвели итоги уходящего года. В повестке дня 17 вопросов. Депутаты практически единогласно проголосовали за изменения в законе о государственных наградах Чувашии. С 2019 года в Республике появится почетный знак материнская слава. А не! Его смогут получить женщины, которые воспитывают 5 и более детей. Таких многодетных семей в Чувашии более 700. И не важно, родные это дети или усыновленные. Автор эскиза награды Игорь Андреев, член Союза художников Чувашии. Проект уже получил одобрение Геральдического совета России. Основа знака. Косой крест, принятый в государственных символах республики. Чувашская восьмиконечная звезда. В Геральдике косой крест с восьми лучами. Позволяет сохранять преемственность наградной системе Чувашской республики и сделать знак узнаваемым среди подобных наград других регионов. Почетный знак материнская слава даст возможность получать льготы многодетным матерям при выходе на пенсию. Это, наверное, стимул для наших женщин, прежде всего, которые воспитывают для России, для Чувашской республики достойных граждан, именно в последующем, уже выходя на пенсию, оформить и получив эту награду дополнительное звание ветеран труда. Оно дает право сегодня получить ей, конечно же, ежемесячную надбавку в виде ветерана труда. Более тысячи рублей в месяц. На заседание Госсовета рассмотрели и другие меры поддержки многодетных семей. Из дополнительных федеральных средств почти 22 миллиона рублей направят на ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка. Всего из федерального бюджета в Чувашию поступит 192 миллиона рублей. Республика стала одним из 40 регионов России, который получил грант за эффективную работу органов исполнительной власти. 80% этих денег направят на укрепление материально-технической базы учреждений профессионального образования. Турнир на призы Николая Гаврилова в 14-й раз определил имена сильнейших. Путевки в финальный этап завоевали и чувашские борцы. Как себя показали хозяева и какие возможности для спортсменов открывает турнир, расскажет Дмитрий Ковалев. Домашние стены приносят удачу. Хозяин зала Сергей Албутов, он в красном трико, одержал победу с перевесом в три балла. Скватка непростая. Встречаться на ковре соперникам доводилось и раньше. Недавно тоже боролись. Ну, такой хороший очень соперник. Тем более, это тяжело все равно. Еще сам вот там должен был наказ сделать, не смог. По-моему, я поймал на ошибке. Уже чуть я проиграл бы. На ковре мы не друзья, мы только соперники. А вот за ковром, да, мы друзья. В этом году за призы всероссийского турнира приехали побороться более 100 человек из 15 регионов. Спортсменам победа в Чебоксарах откроет и новые высоты. Цена победы на этом турнире высока. Накануне только медали. Чемпионам присваивают и звание мастеров спорта России. В статусе мастерского турнир проходит уже в десятый раз. Николай Гаврилов говорит, что его главная цель – дать путевки в большой спорт тем, кто стремится и подает надежды. Первые медали здесь получили немало нынешних чемпионов. Я помню конкретных победителей из Чувашии, которые в младенческом возрасте начали участвовать в этом турнире. Это Антон Афанасьев из Канаша. Сейчас он уже закончил спортивную карьеру и работает тренером в городе Канаш. Готовит себе смену. Надеюсь, как вот написано на этих стендах, здесь явное приветствие. Вот дорога к олимпийским медалям начинается здесь. Здесь борьбу начинали и наши мастера спорта международного класса Иван Геннадьевич Григорьев. Участникам турнира есть с кого брать пример. Среди почетных гостей – герой России Вячеслав Бочаров. Он освобождал заложников из охваченной террористами школы в Беслане. Для того, чтобы победить одного мастерства недостаточно. Ну а потом, эти ребята, которые прошли подобного турнира, они будут настоящими защитниками нашего отеца. Они будут настоящими мужчинами. Поэтому подобные турниры очень важны. Они, конечно, в их участии принимают всегда региональные власти. Вот без этого турнир провести трудно организовать. И то, что в Чувашии уже 14 год проводится, это говорит о том, что здоровый образ жизни в республике не просто прививается, а он уже стал нормой. А олимпийские чемпионы по вольной борьбе присматриваются и кандидатам в национальную команду. У ребят из Чувашии неплохие шансы. Мы как-то входим в тренерский состав сборной команды, понимаем, в каких весовых категорий. В ближайшее время они попадут через 3-4 года. То есть опыт – такая вещь, которая, действительно, никуда не денешь. Мы это видим, это очень наглядно выражено. Возможно, ребята некоторые выстрелят. Конечно, безусловно. Мы с Давидом тоже прошли через такие региональные турниры. Мы же сразу в Москве не оказались. Я в Дагестане, в Махачкале начинал Давид во Владикавказе. Без вот таких турниров, всесоюзных в то время, потом сейчас всероссийских, невозможно стать чемпионом. Глава региона отметил, что традиции вольной борьбы в Чувашии сильны. Сейчас этим видом спорта в республике занимаются более 3 тысяч человек. 22 борца включены в состав национальной команды. Мы будем развивать данный вид спорта, создавать еще наиболее благоприятные условия, для того, чтобы дети с детства научились просто быть мужественными, смелыми. У них должна быть воля к победе всегда. Среди участников турнира на призы Николая Гаврилова разыграли 10 комплектов наград. Хозяева ковра завоевали 9 медалей в 6 весовых категориях. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика. Урок мужества с героями России прошел в кадетском корпусе имени Александра Кочетова. О подвигах, о доблести, о славе Вячеслав Бочаров рассказывает по долгу службы и велению сердца. Герой России Вячеслав Алексеевич – наставник президентского проекта «Эстафета поколений». В одном строю с ним боевые товарищи. Как полагается, по старшинству первым к кадетам обратился генерал-лейтенант Николай Гаврилов, герой Российской Федерации. Он частый гость в кадетском корпусе. Мне приятно, что он авиационно-космической направленностью и главком ПВС курирует вас. Вот я уже второй раз провожу урок мужества в этом кадетском корпусе. Прекрасная аудитория, прекрасный личный состав, живые интересные вопросы. Я думаю, что в этом кадетском корпусе вырастут очень много патриотов, много героев, много настоящих патриотов нашей страны. Знания о том, как вести себя на поле боя и умение их вовремя применить, не теряться и не пасовать перед врагом – вот настоящее мужество. Полковник Вячеслав Бочаров, герой России, об этом знает не понаслышке. Он руководил спецоперацией по освобождению заложников в Бесланской школе. Тогда ему тоже пришлось молниеносно принимать верные решения и не поддаваться эмоциям. Воспитывать в себе эти качества нужно на конкретных примерах, которых в истории России достаточно. И современные кадеты в первую очередь должны помнить о том, что они – наследники славы своих дедов и прадедов. Я уже объездил все кадетские корпуса практически в нашей стране. Я выполнял поручения президента по кадетскому образованию. Завтра в Министерстве просвещения министр Васильева будет проводить совет по кадетскому образованию. Поэтому я там член этого совета. Я непременно постараюсь выступить и довести до тех, до всех, что вот в Чебоксарах есть такое прекрасное учебное заведение, которое готовит настоящих патриотов нашей страны. Сам Вячеслав Алексеевич с огромным уважением относится к героям Великой Отечественной войны, рядовым бойцам и полководцам, которые преподали всему миру урок патриотизма и мужества. С этими же чувствами на защиту чести страны встают и на спортивных состязаниях. Олимпийские чемпионы тоже общались с кадетами. Герои, олимпийские чемпионы вот так не жалели себя. Делали все достойно, с честью, с чистыми помыслами, чтобы было товарищам, родителям спокойно. Гости прошли и по учебным аудиториям, и жилым помещениям корпуса. И отметили, здесь созданы все условия для того, чтобы воспитывать будущих защитников Отечества. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. У Чебоксарского аэропорта в скором времени изменится не только имя, но и внешний вид. До 500 миллионов рублей на его реконструкцию выделит Министерство транспорта России. Планируется отремонтировать перрон и рулежную дорожку. Само здание аэропорта реконструируют за счет инвестиций собственника – компании «Матч». Аэровокзал должен преобразиться к 2021 году. Будет увеличена пропускная способность комплекса. Обновятся зоны регистрации пассажиров, приемы и выдачи багажа. Прилеты, таможенные пункты, зал повышенного комфорта и зал ожидания. Новые перевозчики, начавшие работу в Чебоксарах в рамках транспортной реформы, испытывают острый дефицит водителей. Необходимо порядка 150 человек. Эту проблему глава республики озвучил накануне на заседании в Доме правительства. Сколько сейчас еще дефицит водителей? 150 человек. Да? 150 человек сегодня работают на автобусах из других городов. Готовы принять 150 человек с зарплатой 25-30 тысяч. При этом в первый месяц водителям, приходящим на новые маршруты, готовы платить до 50 тысяч рублей. Однако люди на работу не идут. При этом сотрудники «Чуваш Автотранса» по-прежнему не высвобождаются. На предприятие числятся более 700 человек. В простое – 620. Это одна из причин роста увеличивающейся задолженности «Чуваш Автотранса». Глава республики отметил, что в сфере перевозок должен быть наведен порядок. В Чебоксарах определены специальные площадки, где горожане смогут самостоятельно запускать новогодние фейерверки. Всего их 55. Каждая соответствует требованиям пожарной безопасности. Большая часть находится в Ленинском и Калининском районах. 36 площадок. Устроить салют можно будет на Московской набережной, парке Амазония, стадионе «Волга» в сквере перед Национальной библиотекой. Полный список адресов указан на сайте администрации «Чебоксар». Напомним, приобретать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах, у которых есть сертификаты соответствия. Большое событие в жизни кадет Республики. Сегодня в Театре оперы и балета прошел 12-й конкурс бального танца «Георгиевский бал». Средь шумного бала оказалась и наша съемочная группа. Министерство образования, Центр военного воспитания, Ассоциация кадетских школ и классов Чувашия, эти и многие другие ведомства и организации Республики уделяют организации Георгиевского балла особое внимание. Самое лучшее пособие по воспитанию подрастающего поколения – это традиции. Одна из самых красивых кадетских традиций – Георгиевские балы. И кто сказал, что красота – это не патриотично. Очень важно, наверное, и такое примечательное, что сегодня у нас проходит Георгиевский бал, такой особенный год. Ведь 2018 год – это год 300-летия бальной культуры в России. Среди конкурсантов учащиеся кадетских классов и школ Чувашия, всего их более 4,5 тысяч человек. И только 160 участвуют в республиканском этапе конкурса. Можно представить себе, каким строгим был отбор и какую волю к победе продемонстрировали финалисты. Неудивительно, что Георгиевский бал никого не оставляет равнодушным. Все таким интересом ждут этого балла. Мне самому пришлось участвовать неоднократно. Собирались и в Доме искусств, и всегда. Так проходит праздничное. Конечно, Георгиевские балы – это яркое и важное событие в жизни кадет. Но другие кадетские традиции ребята тоже знают и стараются им следовать. Кадеты должны всегда знать свое дело. Они никогда не должны быть равнодушными, уважать старших и помогать младшим. Следом за старшеклассниками на паркет выйдут финалисты кадетского танцевального конкурса средневозрастной группы. Их бал состоится совсем скоро. Елена Гальперина, Алина Сусметова, Павел Иритков. Республика. Далее вас ждет блок «Полезная информация». Я на этом с вами прощаюсь. До свидания. В новом году новый порядок оплаты земельного налога. Пересчета налога для физических лиц не будет, если новая сумма будет выше предыдущей. Налоговый вычет на 6 соток коснется лиц предпенсионного возраста. Если площадь земельного участка меньше 600 квадратных метров, налог взиматься не будет. Если больше, налог рассчитают из-за оставшуюся площадь. Меняется и порядок применения кадастровой стоимости. Так, в случае оспаривания кадастровой стоимости, ее новое значение, установленное после 1 января 2019 года решением комиссии или суда, будет учитываться при определении налоговой базы с даты начала налогообложения земельного участка по оспоренной кадастровой стоимости. Другая тема – трудовые отношения. Впереди праздники, и сотрудники рассчитывают получить премию. Специалисты компании «Гарант» напоминают, решение о выплате принимает работодатель. Законом это не закреплено. Если работодатель все же закрепил премирование в системе оплаты труда, он должен исполнять взятые на себя обязательства. Нарушение положения локальных нормативных актов, устанавливающих обязанность по выплате премий, может повлечь наступление административной ответственности по статье 5.27 КОАП РФ. А это новость для автовладельцев. ГИБДД вела мораторий на поправки в правила дорожного движения. Они меняются слишком часто, и водители не успевают отслеживать изменения. Мы не поленились и посчитали все поправки в ПДД. Документ, вступивший в силу 1 июля 1994 года, на сегодняшний день имеет 60 редакций, а за последние два года правила менялись 15 раз. Конечно, уследить за таким количеством нововведений простому автолюбителю не под силу. Следует помнить, что помимо ПДД, на жизнь автолюбителя влияют и другие документы. Кодекс об административных правонарушениях, закон об ОСАГО и прочее. Эксперты-гаранты разработали специальную автопамятку, где собраны все самые важные поправки текущего года. Читайте и будьте в курсе. Не нужно стоять в очередях, можно снять деньги в любой момент и получать доход на остаток на счете. Все это преимущество пенсионной карты от Россельхозбанка. О них они только рассказывали всем желающим в отделении Пенсионного фонда России. В Россельхозбанке очень удобные пенсионные вклады и пенсионные карты. То есть мы вам можем открыть карту в нашем банке, и пенсия будет приходить на счет карты. Плюс у вас еще будут начисляться дополнительные проценты. Россельхозбанк, верите? Верю. Приходите к нам, мы вам откроем карты. А сейчас нельзя оформить? Я хочу. Мы можем записать ваши данные, оставите наш телефон. Все ясно, давайте. В рамках проекта «Безналичная Чуваша» сотрудники Россельхозбанка консультировали пенсионеров, как оформить карту и расплачиваться безналичным способом. Россельхозбанк традиционно играет значимую роль в обеспечении наших жителей республики банковскими продуктами. Свою задачу мы видим в том, чтобы жители республики, независимо от того, проживают они в городе или в деревне, сельском местности, чтобы все имели доступ к современным банковским технологиям, производили безналичные расчеты и пользовались карточными продуктами. Валентина Иванова на пенсии вот уже 20 лет и все по старинке пользуется сберкнижкой. Мне так пока удобнее молчать. Мы по старинке пока привыкли. Ну, ногу со временем будем, если придет время, будем надеяться. Научимся, да. А вот Зинаида Михайлова уже оценила новшеством. Теперь пенсия приходит ей на пластиковую карту. Очень даже удобно. Любое время можно пользоваться, снять. Тут не задумываясь. Заявку не надо подавать. Пришли, сняли с банкомата и проблемы лишили. Безналичные расчеты – это удобно. С их помощью клиенты банка могут приводить средства как между счетами в Россельхозбанке, так и с карты любого другого банка. Осуществлять интернет-покупки, оплачивать услуги связи. Открывать вклады и осуществлять платежи можно, не выходя из дома. А при покупке в аптеках по кредитной карте хозяина часть средств возвращается обратно на ваш счет. В Россельхозбанке заботятся о клиентах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова